Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июля 2017 года среда, по одному из старинных 18 день месяца получения даров природы 7525 лета. Тема сегодняшнего нашего эфира звучит так. Звёздные пары ведруской традиции. И авторы сказителей, как у нас заявлено в анонсе, Любава Живая и Светозар Полтавченко. Здравия, Любава, здравия, Светозар! Добрый вечер! Добрый вечер! Приятно вас слышать. И что, мне какое-то наступление сделать по поводу того, что же такое звёздные пары ведруской традиции? Или вы сами всё расскажете? Я думаю, так будет, наверное, лучше, если вы прям напрямую нашим радиослушателям, зрителям канала YouTube об этом поведаете. Да, конечно, с радостью. Хорошо. Мы хотим сказать, что сегодня мы озвучим эту тему, расскажем, кто такие звёздные пары, какое у них предназначение и какой смысл их создавать, кто может встретить свою звёздную половинку и что нужно сделать для того, чтобы её найти. Расскажем очень важную информацию, которую, может быть, кто-то, конечно, слышал уже неоднократно. Но вот в нашей интерпретации это поможет разобраться в своих отношениях, в семье, каждому человеку, понять, какие задачи стоят перед ними и как их решать, соответственно. Это тоже мы будем обсуждать и с примерами. Как развиваются вообще типы отношений семейных? И расскажем о таких качествах, как, например, дуальность согласно соционическим типам и другие отношения, если успеем. И поговорим немного о родовых программах, которые мешают встретиться людям и гармонично выстраивать отношения в семье. Просим, пожалуйста, слушателей задавать вопросы на эти темы, озвучивать их. Желательно именно тематические вопросы, чтобы мы могли полностью осветить эту тему и рассказать именно о том, что вам интересно. У нас сегодня с вами два часа на это. Мы можем какую-то часть сделать вступительную и приступить к вопросам, чтобы успеть на все ответить. Хорошо, тогда коротенько по самой теме в виде доклада. Назовем это вступительной частью. А дальше, наверное, надо большую часть посвятить ответам на вопросы. Да, да. Начинаем. Хотела бы начать с того, что такое понятие «звёздная пара». Мы знаем, звёздными парами называют звёзд, эстрады или кино. И, соответственно, если они создают семьи, то их называют звёздными парами. Так вот у нас немного тема совсем лежит в другом ракурсе. Мы будем говорить именно о таком космическом, я бы сказала, понятии, духовном понятии звёздной пары. Это отношения между людьми, которые выстраиваются на духовном уровне. И здесь речь уже идёт не настолько, скажем так, в аспекте семьи, а именно в аспекте служения. То есть звёздные пары создаются для того, чтобы служить людям, человечеству и, конечно же, роду Всевышнему, родным богам. Перед звёздными парами ставятся задачи разного уровня, в зависимости от степени их, скажем так, звёздности. Потому что звёздной парой невозможно родиться, ей можно только стать. Это как на примере можно пояснить, это как стать генералом. Сначала ты должен пройти через солдата, офицера и так далее, поднимаясь по статусу, по уровню, заслужить именно самый высокий статус звёздной пары. Посвящают звёздные пары именно родные боги в славянской традиции. Идут специальные обряды, которым предшествуют, конечно же, испытания. И так человек, получая вот эти посвящения, оба человека в паре, и получает определённые настройки, проходит на более высокий уровень своего духовного развития. И, конечно же, встаёт вопрос, а какие бонусы? То есть зачем вот эти посвящения? Бонусы такие, что ты обретаешь высокую мощь творения. То есть ты можешь влиять на ход развития событий на Земле. И чем выше вот это посвящение, чем больше силы творения, тем больше ты влияешь на ход развития событий. И интересно то, что эта пара не обязательно может быть там публичной, звёздной, известной как супергерои или суперзвёзды. Она может находиться в тихом каком-то уголке и быть совершенно неизвестной, но закладывать такие мощные образы, что они будут влиять на всю планету. И, конечно, такую силу обретают не все люди, далеко не все. Это нужно быть определённого уровня чистоты, высокого уровня ответственности и быть готовым проходить испытания, которые на самом деле достаточно очень непростые, серьёзные. И чем выше, тем они сложнее. Как мы знаем, в славянской традиции, медруской традиции все испытания идут, практически все, через мнимую смерть. То есть человек как бы, его душа должна фактически переродиться. А чтобы у нас что-то переродилось, мы, естественно, должны фактически умереть и потом родиться заново. Это называется второе рождение, третье рождение и так далее. И вот чем больше таких рождений прошёл человек, тем он больше может сделать. Как это ни странно. То есть вся сила творения заключается в том, сколько воздействия он может выдержать. Это очень интересно. Мне это было раньше вообще неизвестно, я нигде это не читала, и мне было это непонятно. Поэтому мы прошли это через свой опыт, через жизнь, через практику, и поняли, как это работает. Поэтому можем об этом сейчас и говорить. И вот сегодня мы ещё поговорим о таких моментах, которые являются самыми ключевыми у звёздных пар. Это их защита и их единство. То есть такой термин как единство это обязательное условие существования звёздной пары, потому что именно на этом всё и строится. И хотелось бы немного переключиться и на обычные семейные отношения, и на родственные отношения, поговорить об этом, о обычной простой семейной жизни. Потому что, как мы поняли, именно в семьях можно на единстве выстраивать очень хорошие, глубокие связи, и выстраивать свою любовь, растить её, делать своими руками, и сотворять своё счастье. Потому что как раз единства и не хватает. То есть если говорить о семье, то человек сдаётся, а в виде недостатки другого человека опускает руки и фактически не проходит испытания. И понятно, что вот так вот, всё время поступая в испытаниях, единство, любовь в паре теряется, и отношение как бы естественным образом подходит к концу. Поэтому, чтобы отношения поддерживать, надо обязательно на это ключевое слово обратить внимание и глубоко понимать смысл этого единства. То же самое и, в принципе, проекцируется на все типы отношений, и на родственные, и на звёздные. Потому что если… Вот как мы хотели рассказать о том, что есть три типа отношений — это кармические, родственные и звёздные. И это ещё не всё для Земли, могут быть и более высокого уровня отношений. Но это пока, скажем так, ещё не прожито. И вот когда ты находишься на уровне семейных отношений, кармических, если ты не усвоил эти уроки, если не научился преодолевать карму, любить несмотря ни на что, держать единство несмотря ни на что в семье со своим кармическим партнёром, и уже мечтаешь о дальнейшем пути, но о чём-то более высоком, то это тоже придётся на этих уровнях подтверждать. Потому что любые отношения начинаются с кармических. И там тоже нужно уметь как бы овладеть этими инструментами. Мы хотели бы развеять миф, что звёздные отношения, звёздные пары — это только любовь, это только счастье, радость в глазах, поцелуи, объятия. На самом деле звёздные пары — это тяжёлая духовная работа. Ну да, Ситазар правильно говорит. То есть если мечтаешь о звёздной паре, может быть, сейчас многие женщины вздохнут, ох, разочаровано. Но на самом деле, если мечтаешь о звёздной паре и о большой любви, то надо уметь ещё понять эту любовь. А любовь духовная, она немного не такая, к которой мы привыкли на фильмах, передачах, романтика, чувства и так далее. Это всё может быть. Есть очень интересный аспект, который, скажем так, является основополагающим. Та любовь, которую мы принимаем или отдаём, она окрашена и имеет разные спектры. Есть материнская любовь, есть родственная любовь, любовь к своим друзьям, к детям, к родителям. Много аспектов любви. Есть чувственная любовь, когда ты встречаешься с человеком, и всё для тебя вновь. Это разные типы любви. Но глубоко любить именно всем сердцем и знать, что это вечно, что это долго, что это никуда не исчезнет и, может быть, продлится в других жизнях. Такое, скажем так, даёт только уверенность, когда ты по-настоящему искренне любишь рода Всевышнего всем сердцем. И только тогда, когда сердце у тебя открыто к нему всегда, и ты научаешься это через испытания открывать это сердце, несмотря ни на что, несмотря на трудности, чёрные полосы в жизни, какие-то неудачи, проблемы, когда тебе больно и хочется закрыться. Если ты умеешь хранить вот это сердце и душу открытыми в эти моменты или закрываться, но открывать её, тогда любовь будет идти через тебя всегда. Если человек будет обижаться на другого человека, не захочет с ним договариваться, перестанет держать единство, то этот поток закрывается, и любовь, к сожалению, угасает. Она уходит из жизни, и тут ничего не поделаешь, кроме как работать с этими аспектами. У звёздных пар основное, что развивается в отношениях, это духовная любовь. Безусловная, скажем так, любовь к божественному духовному миру, к тем существам, с которыми ты общаешься, которых постигаешь, и которых чем больше постигаешь, тем сильнее начинаешь любить. И именно вот это даёт возможность встретиться как раз с таким же человеком, который тоже этого хочет, у которого к этому есть вкус к счастью. И если встречаются два таких человека, то в принципе они могут создать звёздную пару и строить свои отношения именно на служении. Служении духовному миру, а следовательно и людям, потому что весь духовный мир хочет помогать человечеству. это его задача, предназначение. И если ты помогаешь духовному миру, у них же нет здесь рук других, кроме человеческих, то они тебя тоже любят, потому что любовь рождается именно в единстве, когда есть постоянное взаимодействие. То есть когда что-то вместе делаешь, это удаётся, получается, или даже если есть ошибки, но несмотря на это ты продолжаешь действовать, духовный мир тебя начинает уважать, и через уважение, через доверие растёт как раз настоящая истинная любовь. Про неё можно долго рассказывать, но желательно её один раз почувствовать, и потом как бы после этого ты не захочешь её отпускать из своей жизни, потому что мой опыт духовный, что нет ничего прекраснее любви к роду Всевышнему, к родным богам. Наверное, это те идеальные существа, которых мы так ищем, образы, которых любим на самом деле в других людях, которые нас вдохновляют на подвиги, на стойкость, на какие-то дела, которые бы мы без этого вдохновения не смогли сделать. И вот пробудить в себе такую любовь, я считаю, что сейчас в это переходное время задача каждого человека на Земле. Я хотел бы сказать о том, что задача звёздной пары заключается в том, чтобы разрешать те задачи, которые человечество сейчас наработало своей кармой. И боги спускают такие задачки, и приходится в паре решать и находить выходы. Потому что очень часто нет решения на данный момент. И мы вместе с богами, с предками, в сотворчестве ищем эти решения. И иногда находим, иногда эти задачки откладываем на более позднее время, чтобы накопив опыта дальше их решить. на самом деле Святозар наверное сказал самое главное предназначение звёздных пар это разрешение кармических узлов. То есть если человечество сейчас находится в духовном тупике и в принципе вращается в карме и не может выйти из неё, это мы понимаем по нашему общению с людьми, по ладованию. То есть люди просто не видят выхода, как решать их. И в семье случаются какие-то конфликты или ещё какие-то трудности и люди не понимают с чем они связаны. То есть всё было хорошо, а тут что-то навалилось или пришла чёрная полоса, откуда она пришла, где её причины находятся. И как раз мы анализируем и помогаем вместе этому человеку или этой семье, этой паре найти какие-то выходы, как поступить правильно, но это, конечно, частные примеры. По большей части нам, конечно, опускается карма человеческая, общая, без каких-то Личностей, и мы её стараемся ладовать. Так интересно, что когда поднимаешься в духовном развитии, видишь, насколько человечество, и мы в том числе сейчас провалились в духовном развитии, деградировали, и без этого трудно было сравнить и понять. Сейчас внушается, что мы сейчас суперразвитая цивилизация, у нас большие научные достижения, мы летаем в космос, но по сути мы в духовном плане очень-очень сильно провалились, и это ведёт к тупику, на самом деле к катастрофе, потому что без духовности невозможно человечеству дальше выжить. И поэтому ещё важное предназначение звёздных пар — это, конечно же, творение образов, о чём мы упоминали. То есть мы привыкли ссылаться на какие-то источники для того, чтобы доказать свою мысль, на самом деле, наверное, ни для кого не является секретом, что изначально существует какой-то образ, а потом по этому образу сотворяется в яве какое-то дело или вещи, или что-то рождается живое. То есть без образа ничего не творится. И сейчас творить сильные образы люди практически разучились, и даже не представляю, зачем это надо. Но есть такие фильмы, как «Секрет», там «Проличья нора», там немного упоминается, об этом, в общем-то, в таком достаточно упрощённом варианте. А на самом деле образность — это, у нас даже язык был образный, это чисто ведрузское качество, которое основой является вообще всего ведрузского мира, ведрузской традиции. без образов ничего не происходит. Есть образы на творение, есть образы на защиту этих творений, на реализацию чего-либо, но обережные образы — и это самое основное, с чего стоит обучать человека, который пришёл в этот мир, потому что его надо не в школе учить, а каким-то банальным вещам, а именно учить как раз сотворению образов. И звёздные пары могут научиться творить эти образы, наполнять их благодаря своим посвящениям гораздо сильнее, чем другие люди. В этом как раз и есть стимул, чтобы стать такой парой. А сначала этого, конечно, не видно, это мало проявляется, потому что пока ты не прошёл испытания, не будет такого, чтобы ты щёлкнул волшебной палочкой и легко заложил образ, и он тут же реализовался. Но со временем, с течением жизни ты понимаешь, что на самом деле мир начинает меняться, и это даётся большим трудом, но он меняется. И от этого приходит в общем-то радость удовлетворения своим трудом. Ещё очень важный аспект у звёздных пар это то, что у пары должно быть одно общее дело. То есть пара должна быть всегда рядом и в свободное время, время отдыха и в рабочее время, и быть неразрывной в единстве. И в этом залог того, что очень быстро растёт сила творения, сила единства. Ну вот раскрою небольшой секрет, что почему Светозар говорит, надо быть вместе всё время рядом. Потому что когда мы находимся рядом, соприкасаются тонкие тела. Они постоянно находятся в соприкосновении и происходит как бы слияние двух половинок в одно целое. и рождается как бы нечто третье, единое целое, которое обладает ещё большей силой. Это как сварок и лада, когда они соединяются вместе, они представляют собой лик рода Всевышнего. То есть род Всевышний — это мужское и женское начало, сварок и лада. И вот эти две грани, сварок творящий, лада, любовь, ладующая, они соединяются друг с другом. И сварок не может быть родом, и лада одна не может быть родом, но вместе они как раз образуют такую мощную силу творения, как у рода Всевышнего. Это простой формулой определяется. Один плюс один у нас, если мы говорим о явном мире, это два, а если говорить о духовном мире, то один плюс один — одиннадцать. То есть это возведение на уровень выше, чем просто двое человек. Это гораздо больше. И вот когда такое соприкосновение у половинок происходит, очень мощное, начинаешь и на физическом плане чувствовать друг друга сильнее, и считывать мысли, и, скажем так, чувствовать на расстоянии, неважно, где ты находишься, что происходит вокруг твоего любимого или любимой, и позволяет сделать хорошую защиту, позволяет даже, скажем так, почувствовать то, что находится совершенно для обычного взгляда глубоко. Например, если человек покушал, ты можешь понять, насколько это хорошо у него усваивается, потому что ты чувствуешь как будто у себя. То есть ощущения практически между тобой и твоим партнёром стираются, и вы становитесь единым целым. И вот это единство такое глубокое, оно невозможно без такого обязательного условия, как ладование, потому что ладование — это, скажем так, устранение тех проблем, которые не дают соединиться мощно. Ведь когда мы начинаем соединяться с другими людьми, наверное, каждый из людей это чувствовал, мы начинаем отталкиваться, потому что идёт вот этот поток света, ну как бы любви, мы открываемся друг к другу и начинает вылезать та грязь, которая есть в душе. Какие-то недостатки кармические, какие-то аспекты, родовая карма личная, всё это цепляется и выплёскивается наружу. И если это вовремя вот эту вот грязь не убирать, мы это называем ладованием, не ладовать душу, тогда, скажем так, это будет стараться, вылезать постоянно в жизни и начнёт набивать синяки и делать дыры внутри. И рюкзаки. И да, вот как Святозар подсказывает, рано или поздно накопятся рюкзаки обид, рюкзаки камней, которых придётся нести с собой по жизни, и если их никак не доставать и не отладовывать, то идти станет тяжело, а тем более если идёт речь о духовном восхождении, как звёздной пары, в гору идти станет совсем тяжело и неразгруженные рюкзаки просто приведут к тому, что человек откажется от этого пути. То есть это тупик. Поэтому ладование — это обязательный аспект единства и аспект совместного такого близкого тесного соприкосновения двух душ в звёздной паре. то же самое можно сказать о родственных и кармических отношениях, потому что тут одинаково. Если ты ладуешь и знаешь, как это делать, умеешь, тогда ты не нарабатываешь обиды. Мы любим вначале сильно друг друга, когда встречаемся, именно потому, что у нас нет между собой никаких обид, и есть то, что нас притягивает и соединяет. это карма. Так интересно, что мы думали сначала, что если в сознании мы не обиделись, ну нет у нас такой обиды, что это на самом деле так. Но оказалось, что душа может обидеться, и сознание не поймёт это. И вот такие случаи, они как раз более сложные, когда нет единства в треглаве, и человек не понимает, что надо отдаваться, надо убирать обиды. И вот надо выйти на этот уровень, слышать свою душу, чувствовать, что она хочет человеку сказать. И тогда путь станет намного легче и увереннее. Да, сейчас вокруг нас достаточно хорошие люди, находятся очень хорошие. И люди, скажем так, с таким сознанием, что стакан всегда наполовину полом. И в сознании нет такого, чтобы обидеться. То есть человек так не выбирает, в принципе. Он выбирает нормально гармоничные отношения, и если что-то происходит, он это принимает. Но тут очень сидит такая подстава, можно сказать, для человека, потому что он может так думать, но это не значит, что думает так его душа. И человек может не обидеться на самом деле, а душа будет обижаться. И через это будут идти удары. И недостаточно просто выбирать, что я не обиделась. Достаточно будет, если говорить и объяснять это своей душе. То есть спрашивайте у неё, потому что мы живём здесь, обучая душу. сознание — это у нас совместное знание с другими существами высшими, более чем мы, с духовным миром. И через это сознание нас боги, родные, предки обучают, как надо жить. И соответственно, если у нас есть сознание, у нас есть дух, дух для того, чтобы показывать цель, выполнять своё духовное предназначение, он ведёт душу в триглаве. А душа, она как бы ведомая, она обучаемая. И она здесь проходит жизненные уроки, школу жизни. И мы должны для души устраивать контроль и обучение, и водительство, и духовное, и сознательное. Мы постоянно должны с ней общаться и совещаться. И как раз сейчас мы с этой темой можем перейти на разные типы отношений. Очень просто хочется объяснить. Есть три аспекта, три глав. душа, дух и тело. Тело — это самое простое, проявленное духовное тело, которое мы видим. Тело души — это проявленное чувствами, эмоциями, которые мы испытываем, стремлениями, намерениями, творениями, такими качествами. И есть тело духовное. Это соответственно наш дух, который проявляется такими качествами, как устремлённость, воля, желание духовного роста, связь с другими существами, через духовное сердце и так далее. И соответственно иерархия среди них такая, что сначала идёт тело, потом идёт душа, потом идёт дух. И соответственно есть три типа отношений на Земле, которые сейчас существуют. Это на физическом плане кармические отношения, это условно, а на душевном плане это родственные отношения и на естественно духовном плане это звёздные отношения. У нас вступить в звёздные отношения достаточно трудно, потому что вообще в принципе перестали делать духовные посвящения детям, и многие даже живут с неактивированным духом. Сейчас славянская и бедрусская традиция давно, скажем так, ушли в небытие, остались в каких-то зачаточных состояниях где-то там далеко, и сейчас повсеместно обряды не делаются детишкам. Обряды наречения, обряды возрастных посвящений и так далее по жизни, которые шли у каждого человека естественным образом, это была традиция. И сейчас, как раньше человек рождался, ему сразу делали обряд наречения, его душу нарекали общинным именем, которое направляло его на его предназначение скажем так явное и нарекали духовным именем, которое вело его к предназначению духовным. Духовное имя тайное, поэтому человек только сам об этом знал, ну и соответственно тот волк, который проводил обряд, который принимал это имя. То есть получается, что человек, не рождённый в духе, в принципе не может вступить в звёздные отношения никак. Просто он не слышит свой дух и он не может даже понять и ощутить, кто его звёздная пара. Мы такое неоднократно видели, когда люди приходили и спрашивали через нас богов, является ли вот этот человек в моём окружении звёздной парой. В принципе они готовы были бы к встрече, но у них у самих был непробуждённый дух. И когда мы говорили, что вот этот человек, люди говорили только не это. То есть понимая, что они чувствовали это, но никакой любви, скажем так, не испытывали, потому что не испытывают любовь к своему собственному духу. И соответственно не чувствуют дух и не могут в эти отношения войти. Больше у нас людей всё-таки склонны сейчас пока к родственным отношениям, потому что душу и душевные практики более распространены благодаря индийской традиции, которая у нас есть. Ну и вообще к душевности у нас больше осталось каких-то практик и учений, которые ведут к этому. А душевные отношения родственные отличаются от звёздных тем, что люди как бы смотрят друг на друга, а не на рода батюшку. То есть они, скажем так, настроены больше на семью, на гармоничное проживание друг с другом. И вот эти люди могут создать прекрасный для Земли опыт счастливой ведруской жизни в общине, скажем так, с детишками прекрасными, со светлыми душами, жизни в традиции. Им хорошо достаточно вместе и, в общем-то, это достаточно высокий уровень отношений, потому что более низкий уровень — это кармические отношения, когда люди друг друга выбирают по карме. То есть происходит какая-то вспышка при встрече людей и влюблённость, и их притягивают друг к другу, и душа не понимает, почему её тянет. А на самом деле душа, скажем так, чувствует, что именно с другой душой, которая сейчас притянется, она сможет понять свои, ну скажем так, косяки прошлых жизней, где она что делала не так. И сейчас надо понимать, что сейчас это цветочки, бабочки и конфетки, а через года-полтора, когда накопятся обиды и пойдут удары судьбы, как раз надо будет уметь разрешать это. И в кармических отношениях самое главное держать тоже состояние игры, понимать, как устроена жизнь, что сейчас всё хорошо, и это время, чтобы наработать сильное, мощное единство, хорошую связь друг с другом, взаимопонимание, обо всём договориться, как будете жить. То есть период влюблённости просто идеальный для того, чтобы договариваться. И договариваться надо честно. То есть надо говорить честно, что у меня есть такой-то недостаток, вот этого я вообще не выношу, вот это могу устерпеть, если мне там подарят букет и так далее. Всё по-честному. Вот договорились, составили такие правила. Когда придёт, скажем так, период кармических испытаний, когда карма начнёт проявляться, надо вспомнить об этих договорённостях, или желательно, чтобы они были где-то записаны. И, скажем так, не отказываться от другого человека. Вот когда слетают розовые очки, конечно, хочется отказаться. Ах, вот он такой, а я же не такого любила. Ну, как бы, он изменился в лучшую сторону. Но на самом деле это не так просто. Человек может даже быть периодами другой. Он просто транслирует то, что было в прошлых жизнях. А в прошлых жизнях может быть совсем не очень приятно. Это зеркало ваше того, что вы делали не так, или то, что было в прошлой жизни не так. Да, так интересно. Вот образ мне пришёл, что карма — это тот набор задач, которые в прошлых жизнях не удалось решить. И в этой жизни вам как раз эти темы, эти задачки как раз и предстоит правильно решить. И тогда вас переведут в следующий класс или в другую школу более высокого уровня, чтобы духовно вырасти. Ну вот надо учиться в зеркале своего партнёра видеть как раз вот эти вот задачи. Не его недостатки, а именно задачи или партнёрши. Получается, что смотреться друг в друга как в зеркало. И когда вот такой подход, идёт какая-то ссора или какие-то негармоничные чувства, и если человек вовремя останавливается, вот он проиграл и начинает разбирать, а что же произошло, а почему ты так поступил, а почему я так среагировала и так далее. Постепенно как бы духовный мир помогает таким людям и начинаются открываться истинные причины. И они, как правило, лежат в прошлых жизнях. То есть то, что мы играем сейчас, мы играли в прошлой жизни, позапрошлой жизни, позапозапрошлой и могли играть тысячелетиями. И наша беда человечества в том, что мы вообще забыли, играя в эти игры, с чего они начались, зачем мы это играем и как из этого выйти. Потому что я уверена, что многие слушатели сейчас скажут, да как же мне надоело в это играть, как же мне надоели эти чёрные полосы, как же мне надоело это непонимание, обиды. Я хочу жить счастливо. Но как к этому прийти, человек не знает. И именно как раз в единстве, в том, что сначала идёт принятие и безусловное единство. То есть ты понимаешь, что человек хороший, просто он тебе что-то играет. И ты начинаешь вместе с ним, он тоже должен проявить единство и тоже должен сделать такой выбор, ладоваться, искать вместе причины. И можно просто анализом прийти к тому, а в чём корень-то, о чём мы, собственно говоря, ругаемся. И, как правило, этот корень приходит, ты находишь этот корень в том, что каких-то качеств тебе не хватает. То есть не хватает терпимости, например, или ещё какие-то аспекты вылезут. И меняя себя таким образом через принятие, можно очень достаточно быстро вырасти духовно и прийти к счастливой жизни гармоничной. Это как раз и есть позиция хозяина своей жизни. То есть ты не винишь других людей в своей негармоничной жизни, а сам берёшь ответственность за окружение вокруг себя и ладуешь свою жизнь, выстраиваешь отношения всё лучше и лучше, проходишь уроки, получаешь хорошие оценки и идёшь дальше. Я вижу чаще всего в обычных простых семьях, каких много, просто неумение договариваться. А ведь это очень важный аспект — умение договориться и умение понять друг друга. Договориться можно практически обо всём. Единственное, что нужно для этого, это убрать обиды. То есть нужно работать с обидами, рассказывать о них. и когда общаешься по этим обидам, таким образом мыслишь, а что Вселенная хотела мне сказать этим? То есть наверняка можно верить, можно поверить в то, что Вселенная к тебе настроена благожелательно, а не хочет тебя убить, ударить или сделать больно. На самом деле она хочет тебя вырастить. И что хотела Вселенная сказать? Вот предположим, такая обида там мужчина не защитил. Ну там где-то гуляли, вечером шли, пришли какие-то ребята, приставать начали, а мужчина не защитил. Сразу возникает обида. Почему он так поступил? Он же сильный, чего он меня не любит? На самом деле, если начинать разбирать эту ситуацию самой, найдётся тысяча причин, почему он так не поступил. Может быть, не хотел ещё больше подставлять, но вступать в бой, понял, что силы неравны и будет только хуже. Но что Вселенная хотела сказать конкретно этой девушке, которую они защитили? Может быть, то, что надо самой научиться защищаться? И когда ты исходишь из позиции силы, как раз, как Сатазар сказал, хозяйке жизни или хозяина жизни, ты в каждой ситуации ищешь, как бы ты могла гармонично из этого выйти. То есть что ты могла бы сделать или мог бы сделать для того, чтобы ситуация развивалась лучше. И тогда, если так смотреть, то каждая ситуация становится именно очень хорошим наглядным пособием по жизни. Вот ты поступил как-то, а дальше начинаешь это анализировать. Может быть, ты даже ошибся, но это урок, и у тебя наверняка 100% будет второй шанс это прожить по-другому, и третий шанс будет. И просто в этих уроках надо вовремя реагировать и поступать так, как ты хотел бы поступить идеально. То есть искать вот эти идеальные выходы и смотреть, каких качеств тебе не хватило для того, чтобы поступить идеально. Может быть, на примере вот этой девушки не хватило веры в своего мужчины. Она поверила, что он сейчас проиграет эту битву, а он почувствовал через единство её неверие и не стал защищать, потому что испугался. А если бы она проявила веру, проявила её достаточно мощно, то любое духовное существо из Божественного мира могло бы прийти бы и действовать через её мужчину и защитить её. Потому что духовный мир всегда нас видит, чувствует и защищает. Поэтому я считаю, что в кармических отношениях пребывая, нужно просто найти плюсы и бонусы. То есть мы хотим от них уйти. Я уверена, что люди, которые пришли послушать передачу про звёздные пары, сделали это не потому, что им просто любопытно, а потому, что они хотят как раз таких отношений, хотят звёздных отношений. Но сейчас скорее всего пребывают в кармических. И возникает вопрос, а как же нам прийти из кармических отношений к родственным и к звёздным? И для этого нужно просто понять, как происходит духовный рост. То есть чтобы встретить своего родственного партнёра, нужно научиться слышать свою душу. Потому что если не умеешь слышать свою душу, то как ты поймаешь от неё сигнал о том, что именно этот человек твой как раз родственный партнёр? Но только душа может об этом сказать. Родственные отношения — это душевные. И она именно позволит не среагировать на красивые ноги или сделать холодные расчёты и подумать, что вот эта девушка будет хорошей хозяйкой, или она здоровая и родит хорошего ребёнка. А этот мужчина, он достаточно активный и сможет хорошо обеспечивать семью. То есть тут вопрос не о логике, а именно о душе, чтобы душа выбрала. И вот душа выберет идеального партнёра себе. Надо просто это услышать. То же самое духовное. Ну вот я хотел сказать, что возвращаясь к тому же образу, чтобы было понятно людям, что кармические отношения — это начальная школа, родственные отношения — это средняя школа, а звёздные отношения — это высшая школа. И если человек не научился в начальной школе решать задачи и не освоил эту программу, то мечтать о высшей школе он, конечно, может, но реально попасть туда он пока не в состоянии. Это так. И, как мы уже говорили, всё равно придётся во всех типах отношений проживать то, что мы не прожили в кармических. И это будет делать, кстати, гораздо сложнее, потому что это уже следующие классы, уже следующие задачки. А если не научились складывать, то уже решать какие-то уравнения или ещё более трудные вещи ещё сложнее. То есть надо в настоящих отношениях прожить всё, всё, что ты можешь, взять из них, отработать карму, и тогда можно будет разойтись, будучи уверенным, что, скажем так, эта карма больше не повторится. Это вот для большинства людей такой совет, скажем так, на сейчас. Ещё очень важно понимать, что ещё в звёздных отношениях важно, это то, что партнёры встречаются чаще всего как дуалы. То есть дуал — это человек, который полная твоя противоположность. И если ты не научился договариваться с теми людьми, которые тебе не являются полной противоположностью, которые тебе близки, но они похожи на тебя, и ты их понимаешь, то договориться с полной противоположностью практически нереально. То есть ты вообще не понимаешь, что этот человек хочет, чем он живёт. Ты про себя думаешь, что вот я бы поступила так, а он поступает на 100% в другую сторону, потому что он другой. И, скажем так, прийти к этому уровню отношений понять такого партнёра можно только тогда, когда ты научился договариваться и гармонично взаимодействовать с такими же, как ты, или почти такими же, как ты. Это обязательное условие. Поэтому надо учиться договариваться со всеми. Сначала нас духовные силы сводят в отношения с теми людьми, которые нам понятны, а потом приходит момент, который мы мечтаем, и соединяемся с людьми, которые нам совершенно непонятны. Мы не понимаем, исходя из чего они делают выборы, почему они так поступили, почему они там, например, слишком замкнуты или слишком активны, почему они не делают так, как мы, и почему они не делают то, что мы можем. Вот нам что-то легко, а нашему дуалу это очень трудно. и то, что трудно нам, дуалу легко. И в этом как раз потенциал звёздных отношений, потому что они как две шестерёнки входят друг в друга и начинает крутиться вот этот большой механизм. Весь механизм часов, скажем так, это образ людей, которые рядом с тобой находятся. Он работает просто потому, что эти две шестерёнки запускают весь этот механизм. Но когда шестерёнки входят друг в друга, если они чистые шестерёнки, свежие, новые, они входят достаточно хорошо и легко смыкаются вот их грани, и механизм хорошо работает и вращается. Но если на их душах какие-то наросты, грязь, неотладованности, коррозия, а у нас в основном здесь такие души, не особо чистые, мы это видим по проявленному миру, что у нас тут не очень гармонично. И, соответственно, когда вот это взаимопроникновение происходит, мы начинаем друг от друга тереться и сыпется песок, летят искры. Ну, то есть достаточно нам непросто проходить вот это притирание. Но если притирка прошла, тогда уже механизм начинает работать. То есть этот момент, в принципе, никому не избежать и надо на него рассчитывать, что полное единство достигается только путём притирок и путём ладования, путём договорённостей. Я считаю, что это очень важно в паре, чтобы оба человека хотели договариваться и ладоваться. Вот если это есть, в принципе, провести любую пару можно достаточно легко и просто. Но если кто-то начинает операцию и ни в какую не хочет ладоваться и тратить на это время, но говорит там, вот тебе деньги и сама ладуйся, как хочешь, то деньгами этот вопрос не решится, то есть никто за тебя не договорится. Обычно в таких случаях происходит следующее. Мужчина даёт денег женщине и говорит, иди на семинары. Видит, как она приходит оттуда гармонично и спокойно и начинает делать какие-то практики и отношения в семье улучшаются. Но потом эта женщина просто перерастает своего супруга, отрабатывает с ним карму и уходит от него. А он не может её отпустить и понять, почему он, скажем так, оказался в такой ситуации, что произошло. И винит во всём семинары. На самом деле дело не в семинарах, а дело в духовном росте, от которого он решил откупиться. Так не получится. То есть по законам Вселенной пары существуют вместе, люди идут вместе, партнёры, до тех пор, пока есть рост и развитие. Если развитие прекращается, останавливается, если кто-то дальше не хочет идти, а другой ещё хочет продолжать развиваться, то всё, отношения заканчиваются. Без этого, без развития отношений не бывает. И мы думаем, что мы сами определяем партнёров, а на самом деле определяет духовный мир. И человек может слышать духовный мир, а может не слышать. Есть такие пары, которые живут очень несчастливо, но исходя из своих стереотипов и неумения отпустить друг друга, просто вцепляются друг в друга и живут в этой карме и просто мучают друг друга. А на самом деле развитие это не идёт, и духовному миру это неинтересно, деградация душ. Пусть они уж лучше разойдутся, встретят кого-то ещё и начнут с разгруженными рюкзаками снова идти. Может быть, повезёт в этот раз. Потому что в этом случае такое, я это называю, кармическое единство, единство по карме, оно играет, скажем так, отрицательную роль. То есть нужно уметь отпускать. Если хочешь, чтобы пришло что-то новое, отпусти старое. Я как вижу семейные отношения, отношения в семье бывают разные, трудные, лёгкие, есть разные периоды. Есть периоды влюблённости, есть периоды, когда ты, может быть, даже ненавидишь своего партнёра. Но если ты хочешь улучшать эти отношения, если ты не согласен на то, что они вот такие, и твой партнёр идёт тебе навстречу и тоже этого хочет, отношения имеют смысл. Если все остановились в духовном развитии и много лет уже никак ничего не сдвигается к лучшему, это тупик. То есть продолжать стоять в этом тупике для душ очень чревато, потому что они деградируют. То есть нужно обязательно, скажем так, проанализировать свои отношения. Я не склоняю к разводам ни в коем мере, но я наоборот хочу сказать, что нужно дать какой-то импульс, что не нужно в этом застаиваться. То есть в отношениях, в семье любовь обязательно должна быть. Если нет любви, вот просто честно спросите себя, свою душу, чувствует ли она любовь. Если там всё заблокировано в душе обидами, то что вцепляться-то? То есть поток любви не идёт. А без любви душа чахнет и, скажем так, крыльями не машет, не летит и не творит. Она просто прозябает, ей скучно. Так надо дать возможность друг другу полететь, либо дать этот импульс в семье, либо отпустить. Чаще всего люди не могут отпустить, потому что материальное держат. Уже столько наработано, и есть совместная собственность, совместные дети и так далее. Но, как показывает практика, все эти вопросы духовный мир помогает решить, если человек делает первый шаг. И это тоже испытание, и тоже возможность роста, когда ты духовная, истинную любовь ставишь выше материального. Ты понимаешь, что развития нет, и надо, скажем так, идти, стремиться к этому развитию, искать его. И все помогают в этом на тонком плане. Еще хотелось бы сказать о родовых программах, которые мешают людям встретиться и гармоничные отношения в семье строить. Родовые программы — это не только твоя личная карма, это карма всего рода. И ее можно, скажем так, отследить, ну, каждый может отследить в своем роду. Например, там все в роду разводились, кого мы помним, то есть все в роду не могли, по материнской линии или по отцовской не могли долго встретить свою пару. Венец безбрачия такой. Или, скажем так, не было детей или еще что-то. То есть эти отношения, которые касаются именно семьи, детей, такого счастья, развития себя в семье, они как раз по какому-то аспекту заблокированы. Вот это родовая карма, и она достаточно с трудом преодолевается простыми средствами. То есть она требует глубокого ладования именно со своим родом, со своими предками. Потому что может быть даже первоисточник этой кармы не вы сами. Вы просто родились в этой семье, и ясно, что тоже не просто так. Ну, то есть для того, чтобы получить какие-то уроки. А может быть для того, чтобы пришли в свою семью как спаситель, как спас, для того, чтобы именно разрешить этот урок. И вот как бы идёт вот этот бенец безбрачия, один человек в семье не встречает, и род истощается. И если не встречать свою пару и, скажем так, не рожать потомков, то род просто исчезнет с земли. И, соответственно, есть возможность духовному миру попросить воплотиться здесь душу сильную, которая может эту карму преодолеть. И приходит такой ребёнок и помогает роду. Он его фактически возрождает снова к воплощению на земле. Дети могут это сделать как раз если род поддержит. То есть такого ребёнка и даст ему достаточно энергии, сил на преодоление. Я имею в виду дети, которые у вас появятся и вырастут. Надо только помочь понять ребёнку это предназначение. Потому что сейчас предназначение это отдельная тема и не все её помнят хорошо. Его помнят, в чём оно и зачем оно нужно. Можно просто так жить, а можно жить с каким-то смыслом. И вот этот смысл жизни как раз и заключается в твоём предназначении. Поэтому преодолеть карму родовую тоже можно и её можно очень легко просмотреть и найти именно причины каких-то негармоничных ситуаций, невозможности встретить пару, невозможности родить детей или разводов частых или ещё что-то именно в своём роду. И если это родовая карма, то её можно именно работая с родом, с предками, просматривать ситуации, когда это произошло в первый раз или в принципе почему это происходит из жизни в жизнь и из поколения в поколение. То есть устранив эти причины, это отладовать и встретить половинку. И вот коль уже зашла речь о том, что встретить пару свою звёздную или хотя бы встретить родственного партнёра. Это значит пригласить в свою жизнь человека, который тебе для духовного роста дан. И это значит, что у тебя есть какое-то намерение внутреннее для того, чтобы служить роду и человечеству. И, конечно же, чтобы это сделать здесь на Земле нужно приложить немало сил. Нужно создать очень мощный образ и попросить духовный мир его наполнить. И особенность духовного мира в том, что они видят нашу жизнь, жизнь человека не только в настоящем, они видят её в прошлых воплощениях и в будущем. И если они увидят, что такая встреча несёт очень высокий потенциал, услышат ваше обращение, увидят, что действительно потенциал высокий, и на самом деле есть в пространстве вариантов, много вариантов для того, чтобы вы принесли какую-то большую пользу, то вам помогут. Вам помогут, наполнят этот образ, и вы встретитесь. Так было у нас со Святозаром. Святозар захотел, попросил, сделал обряд достаточно сильный, и родбатюшка помог ему встретить меня. хотя я свою пару в тот момент не искала и не думала об этом. Но это была божественная рука, которую мы в нашей жизни увидели, описали это в книге «Звезда Ковчега». То есть у нас было предназначение, у нас был потенциал, который мы сейчас практически выполнили со Святозаром. И я считаю, что было трудно, но боги увидели, что выполнение предназначения возможно, и дали нам этот шанс. Мы за это очень благодарны богам. Потому что вначале того, к чему-то придёшь, не видно. Видно только потом, когда уже на дереве растут плоды. И по плодам можно как раз и судить, стоило или не стоило. Игра таких больших усилий. На самом деле я считаю, что стоило. Я думаю, что Святозар со мной согласится. Да, я согласен. Вот на этой ноте мы хотим наше одностороннее общение закончить и перейти к двустороннему, к вашим откликам и вопросам. Будем очень рады. Хорошо. Раз хотим, значит, так и сделаем. Ну, небольшую музыкальную паузу, наверное, перед тем, как перейти, мы устроим. И музыкальная пауза у нас будет состоять из песни «Цветаны» «Живая звёздная пара». Правильно я понимаю? Да, очень хотелось бы, чтобы люди услышали эту песню, прочувствовали её и послушали слова и поняли как раз смысл звёздных пар, которые мы хотели вложить в эту песню. Хорошо. Слушаем песню 3 минут 50 секунд и продолжаем дальше разбирать тему. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части.